Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Диана Шеленкова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Казанский федеральный университет посетил международный гроссмейстер. В КФУ состоялся прямой эфир, посвященный экономике в период постпандемии и экономическому образованию. Казанский императорский университет теперь можно увидеть в цвете. 14 августа состоится первая презентация университетской школы в Елабуге. На презентации обновленного учебного заведения будут президент Татарстана Рустам Миниханов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Особенность школы в том, что она находится под патронажем Казанского федерального университета. Пойти учиться в нее сможет любой школьник с 1 по 11 классы. Помимо учителей, преподавать в ней будут профессоры из КФУ. А теперь к другим новостям. 13 августа в Казань приехал советский и российский шахматист Анатолий Карпов. Кроссмейстер посетил КФУ, где осмотрел музей Лобачевского, музей истории Казанского университета и другие достопримечательности вуза. 13 августа в Казань приехал российский шахматист Анатолий Карпов. Помимо городских достопримечательностей, гроссмейстера пригласили в Казанский федеральный университет. На экскурсии по вузу гостю показали музей Лобачевского, музей истории Казанского университета, а также провели по главному зданию вуза. Хотелось бы иметь побольше времени, чтобы познакомиться более подробно. Казанский университет – один из самых известных исторических вузов нашей Родины. И много здесь было известных людей, и училось известных людей, и причастны к деятельности университета. Что большая честь побывать в Казанском университете. Анатолий Карпов – советский и российский шахматист, 12-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР. Родился в 1951 году в городе Златоуст Челябинской области. С 5 лет начал заниматься шахматами. В 1969 году Карпов стал чемпионом мира среди юношей, а уже в 1970 году получил звание гроссмейстера. 3 апреля 1975 года, после отказа Роберта Фишера защищать свой титул, Карпов стал 12-м чемпионом мира по шахматам. После посещения Казанского федерального университета у гроссмейстера остались хорошие впечатления и надежда, что в следующий раз будет больше времени для того, чтобы осмотреть вуз. Лев Диденко, Александр Малышев, Универ, Ньюс. Когда России удастся преодолеть последствия пандемии и какими методами? Во что лучше вкладывать средства в период кризиса? И стоит ли брать кредиты? На эти и другие вопросы были даны ответы в ходе прямого эфира в Казанском федеральном университете. Все подробности далее. Продолжение следует... Первый и самый часто задаваемый вопрос, что же будет с экономикой России? Ведь, безусловно, пандемия не обошлась без серьезных последствий. Тогда сколько же времени потребуется, чтобы оправиться экономике страны? И какие меры для этого необходимы? Все будет зависеть от того, какую программу выберет правительство. Можно иногда, чтобы был очень быстрый рост, надо иногда очень жестко повысить налоги. Мы же этого не хотим. Этого делать нельзя, потому что социум поменялся. Люди другие. Людей все-таки надо беречь. Мы же опять говорим о качестве жизни. Поэтому я думаю, что это будет постепенный выход. За год не выйдем. Я думаю, ну я даю года три. По мнению Нейли Багудиновой, к скорому восстановлению экономики поспособствует развитие образования, медицины и инфраструктуры. Много вопросов было и о том, что стоит ли брать кредиты в такой период. По словам Нейли Багудиновой, прежде чем оформить кредит, всегда нужно тщательно изучать все условия, каким бы выгодным предложение ни казалось, и заранее обдумывать все возможные риски. Никогда в этой стране нельзя брать кредит в валюте. Это во-первых. Если вы уверены в завтрашнем дне и в зарплате в течение 10 лет, тогда кредит брать можно. Но это должна быть уверенность на лет 10. К слову, речь сошла и о льготном кредитовании от ПАО «Сбербанк России». Как сообщалось ранее, Казанский федеральный университет покроет 5% от размера процентной ставки кредита на образование. Само тело кредита будет погашаться после окончания учебы. В данной ситуации, когда человек берет кредит, он должен знать, что он идет на ту работу, которая будет востребована, и у него будет возможность. Потому что там же есть тоже вот это вот условие, что он же должен не просто взять кредит, он же отдать. Это тоже надо. А для этого он должен устроиться на работу. Много вопросов от телезрителей было и по поводу экономического образования в КФУ. Как было отмечено, в последние годы в Институте управления экономикой и финансов бюджетные места сокращаются, а проходной балл повышается. Наиля Багудинова призвала абитуриентов как можно раньше определяться с будущим направлением. И особенно, если дело касается образовательного кредита. То есть мы пытаемся взять модели западного мира, где очень дорогое образование и кредитование. То есть люди отдают после устройства на работу достаточное количество времени. То есть вот пандемия, во что надо вкладываться? В евро, в доллары, в золото? Ну да, это вот продолжение того. Я вам хочу сказать. Брать, куда вложиться, куда вообще несут вас, может быть. Я отвечаю только одно. Надо вкладывать в себя, в свое здоровье и в свое образование. Потому что повышение профессиональных компетенций всегда даст, помимо интеллектуального превращения, в том числе и материальное. Полную версию прямого эфира можно посмотреть на телеканале Универ ТВ 13 и 15 августа в 19.40, а также на YouTube-канале Универ ТВ. Диана Желенкова, Универ Ньюс. Фонд содействия инновациям, приглашая студентов и аспирантов Казанского федерального университета принять участие в программе «Умник». Все подробности в следующем сюжете. «Умник» – это единственная в стране массовая программа выявления и поддержки молодых ученых, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность. За 13 лет в этой программе приняли участие 70 тысяч человек. Более 12 тысяч стали победителями. Каждый победитель программы получает 500 тысяч рублей на два года. В сентябре откроется прием заявок. Участие приглашаются студенты и аспиранты Казанского федерального университета. Программа «Умник» – это программа поддержки совсем маленьких проектов, у которых у вас есть идея. На эту идею можно получить до 500 тысяч рублей финансировать. Вы можете сделать то, что вы хотите на эти 500 тысяч рублей. В принципе, на работу в течение года – это зарплата какая-то, поддержка, и на материалы комплектующие. Принять участие в программе могут физические лица от 18 до 30 лет включительно, являющиеся гражданами Российской Федерации. Экспертизу стартапов осуществляет Центр цифровых трансформаций Казанского федерального университета. В Казанском федеральном университете, начиная с июня месяца, мы сейчас запускаем аспиратор в области проектов, которые могут быть отнесены к цифровой экономике. В рамках этого внутреннего аспиратора мы будем оказывать помощь в подготовке заявок, помощь в подготовке печей, потом в сопровождении заявки при необходимости и в сопровождении отчетности. Заявившиеся на конкурс студенты и аспиранты КФУ получат поддержку экспертов на протяжении всего проекта. Программа реализуется по шести направлениям. Цифровые технологии, медицины и технологии здоровья сбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, а также ресурсосберегающая энергетика. Ильвира Зорина, Универньюс. Казанский императорский университет теперь можно увидеть в цвете. Поможет в этом нейросеть, которая разрабатывается вместе со студентами КФУ. Об этом наш сюжет. Студенты Казанского университета при поддержке руководства Института вычислительной математики и информационных технологий и Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ работают над нейросетью, которая будет обрабатывать архивные фото и видео. Она не только представит их в цвете, но и повысит разрешение и качество материала. Продукт оснастят гибкими настройками, хорошими моделями и понятным интерфейсом. Используется аппарат искусственного интеллекта, искусственных нейронных сетей, поскольку нейронная сеть не просто аппроксиматор, но и инструмент, которым можно пользоваться для распределения образов, для ассоциативного отображения. Были выбраны инструменты, средства, которые позволяют после небольших настроек обеспечить, с одной стороны, фильтрацию изображений, то есть подавление тех шумов и искажений, которые присутствуют на старых изображениях. И второй момент — это использовать нейронную сеть для раскраски этих изображений. Первые изображения, обработанные при помощи нейросети, вы видите сейчас на экране. В дальнейшем из них будет составлен фотоальбом. Пока проект некоммерческий и планируется, что на старте он будет доступен в первую очередь для архивов, ученых, медийщиков и реставраторов. Камиль Гемоздинов, Универньюз. На этом все. В студии была Диана Желенкова. Не забывайте смотреть наши выпуски в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok